Дельта Волги Каспийские раскаты Так называемые водноболотные угодья Нижней Волги Занимают стратегическое положение На важных миграционных маршрутах водоплавающих птиц Летящих из Западной Африки На северо-восток Сибири и обратно Количество водоплавающих На этой территории весной и осенью Достигает 10 миллионов особей Теперь понятно, почему мы мчимся По пыльной дороге в столь дальние края Так какая утка там стоит? Ну какая? Вся? Кряква, черки Черни, свиясь Огонь И сейчас стоит на лиманах В декабре Да Окей Нет, ну она туда дальше полетит Так получается сейчас там рандеву? Да То есть мы едем в сезон Первая наша охота В Астрахани В этом регионе Но самое главное, чтобы был ветер Восточный или юг-восточный Потому что если будет северный То утку всю он будет выгонять с лимана Обратно в море Да Ну и он не утку, а воду будет выгонять в море И лиманы будут пустые Чучел Сколько мы взяли? 24, 24, 48 Плюс еще 24 Ну короче около 70 штук Как гласит латинская мудрость Автор неизвестен Предупрежден, значит вооружен У нас 70 чучел Хороший табун Много это или мало? Вопрос, конечно, интересный Время и практика покажут А пока ветер исключительно попутный Ну в любом случае все зависит от ветра Я надеюсь, что мы приедем Все успеем Подхватим ветер Ну а дальше уже зависит от маскировки От нашего мастерства Как расставим чучела Ну я на самом деле думаю, что с уткой будет все хорошо Я надеюсь, что тоже будет все хорошо Ну я говорю, потому что мы едем первый раз туда И я там ни разу не был на охоте именно на утку По утке, можно сказать, дикие места Первый раз едем Ну по первому дню, я думаю, понятно уже будет Пару дней назад было 5 сантиметров было Лед Лед Вода ушла Обратно в море И глубина стала маленькая Я напромет Что там по глубине? Колен Колен? Да Друзья, всем привет Позади Тамбов Проехали приблизительно 420-430 километров Вот в таком режиме В таком режиме Всем советую ехать сзади в инкрузере 200 в третьем ряду Правда чувствуешь себя как в маршрутке Но можно вытянуть, протянуть ножки У кого, смотря у кого какая жизненная ситуация Но в любом случае будет комфортно Всем хорошего дня Инстаграм сколыхнулся Закипел Все друзья, кто видел нас в прямом эфире Поставили свои лайки Сердечки супер Обнимашки И теплые пожелания удачи И все как один пустили скупую слезу Почему они не с нами? Спасибо, ребята Мы вернемся И обязательно все-все в подробностях расскажем А пока В мыслях и мечтах нам видится весьма радужная картинка А как все сложится на самом деле Никому не ведомо Таким охотом надо готовиться заранее Как мы видим, у нас очень много снаряжения Должно быть достаточное количество чучел Махокрылые Это обязательный атрибут Желательно там 3-4 штучки Вот Патронов побольше Побольше патронов Хорошее обмундирование Почему? Потому что Температура, ветер Давай на этом поподробнее Вот я недавно был на эндуро-туре И думал, что сумка 150 литров в принципе большая Поехал я с Андреем на охоту И понял, что она маленькая Это охота Да, это охота И она пуще неволе Но лишнего брать никому И никогда не хочется Есть такой закон Закон рюкзака Он гласит Чем меньше объем рюкзака Тем меньше берешь ненужного С другой стороны На себе вроде бы ничего не носим Сначала нас везет машина Потом лодка или болотоход Вполне можно взять еще одну теплую курточку Вдруг сильно захолодает А если встанет лед Коньки брать точно не будем А ветер, дождь, а вдруг Тогда винт-стоппер, вторые перчатки Шапку, шкуру, шорты на меху Начинаем загибать пальцы 150 литров по-любому должно хватить Ну это сколько по факту сумка получилась? Одна большая с 150 литровой И все Ну то есть там И собаги Ну вот смотри Чехов под собаги Вот смотри У меня большая У меня вторая сумка с вейдерсами У меня третья сумка С маленькими аксессуарами Еще чемодан В чемодане у меня электрика Ну провода, там батарейки для махакрыл Зарядное устройство Что-то из техники, там стабилизаторы и так далее Вот как бы вот весь список По снаряжению картина вырисовывается вполне ясная 150 литров наличное более чем А вот специальное и общественное Занимают как правило все оставшееся пространство Как в автомобиле, так и в лодке Погода огонь, Сань Погода огонь, сегодня приспелочный день Будем подведывать места Извечать полеты птицы А завтра уже попал и боевой И не надо забывать Перефразируем классика Что в охотнике должно быть все прекрасно И одежда, и снаряжение, и аксессуары И все, заметим, должно надежно работать Как одевать вейдерс? Ты решил с этого начать? Слушай, а как их одевать-то? Вот как одевать вейдерс? Ну, как их раздвигаешь Андрей, расскажите вашим подписчикам Ножки, ножки Вообще, для вейдерсов удобнее всего возить в специальных сумках Таких непромокаемых Кстати, у многих производителей есть такие сумочки Они, ну, типа резины какой-то плотной такой сделаны Туда из вейдерса кладешь Туда, может быть, погиблость и все-все-все Приехал на охоту Ну, или там на рыбалку, не знаю Раскрыл, вниз встал, вышел и потопал Очень удобненько А вода мокрые вейдерсы закинул обратно Туда, да, туда же встаешь в эту сумму Встаешь, ну, а потом домой приезжаешь и там моешь Все равно, например, я после каждой охоты всегда вейдерсы мою Вот Ила Грязно там Герферов? Нет Гланды? Супругу разрешают? Было один раз, лишь плачевный опыт Да Не, просто со шланга Ну, вот сейчас шланга нету, поэтому Замерзу, поэтому придется опять, наверное, гланг Теперь знаем, что самое главное в вейдерсах А самое главное, чтобы мыть их пришлось только снаружи За этим будем тщательно следить А пока разведка боем Где вытучные стада уток, летящих из Восточной Сибири в Африку? И вот звучит долгожданное и выстраданное с полем Гланд упала И следующий налет И меткий стрелок вновь бредет по колено в воде за трофеем Ах, хорошо бы собаку Пульсирует мысль в голове Ну, вообще, птица, водоплавающая птица Собирается на югах Где в минус 3 днем и минус 9 ночи Да, огонь Прекрасная температура Огонь, это юга Шлепанцы взяли Обязательно Плавки взяли И в кроксах И крем от загара И крем от загара Да Нет, на самом деле, серьезно, такая охота бывает раз в году И я считаю, что каждый охотник должен обязательно побывать на вот этих пролетах В последние годы, в связи с увеличением глубин, Каспий понемногу наступает на сушу Роль дельты Волги, как районы миграции и остановок водоплавающих птиц, заметно уменьшилась Сегодня численность мигрирующих уток составляет около 2 миллионов особей Массовый пролет приходится на вторую половину октября и весь ноябрь Поэтому, как только ваши друзья в Сибири или Казахстане отправляются бурить первый лед Срочно собирайтесь в дорогу Есть шанс увидеть птичий аншлаг в дельте Волги и Каспийских раскатах Мы мчимся на всех парах Накануне определили место охоты Время уже играет против нас У уток сон чуткий и короткий Светать начнет без чего-то в осень Поздняя осень, как-никак Температура воздуха около нуля Но может быть легкий морозец, 1-2 градуса Это не так критично Вот только руки мерзнут Накануне пришлось поломать лед А сейчас акватория чистая Утки смогут сесть Но мы им этого не позволим Будем бить в лед Грамотная расстановка чучел в разы повышает эффективность охоты Способы привязки уток зависят от ряда факторов Направление ветра и течение облачности и времени года У нас ветер был слабый И дул из-за спины Решено было акваторию перед болотоходом Засеять профилями равномерно Первые выставлялись в 15 метрах от лодки Самые дальние в 30 Махокрылы призваны были заманивать пернатых в середину композиции Остается дело за малым Маскировка Опытные охотники знают Что маскировка – это половина успеха в утиной охоте Свою лодку, неважно какого она достоинства и размера Необходимо превратить в элемент рельефа местности Стать невидимой кочкой Внутри наводится морской порядок Все необходимое должно быть под рукой Никаких лишних движений Светает Светает Глоток кофе Изысканный утренний макияж Соответствующей ситуации В считанные минуты скрывает все недостатки лица И подчеркивает достоинства охотника Теперь любой селезень примет за своего собрата ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так понимаю, от правильного расставления тючал и махакрылов многое зависит Самое главное, можно вопрос Теперь понимаешь, почему их больше, чем один комплект? Самое главное, я понимаю, что их мало О чем мы вели диалог недавно? Действительно, когда смотришь там охота и рыбалка канала Тебе кажется, что их там, ну, людей там Штук 30-40 На самом деле тут сатэнчик не помешало бы Потому что там вот пустое поле Ну там можно пустое поле И свои махакрылов еще можно натыкать? Махакрылов, я думаю, штук 10 должно быть Хорошую ставишь, чтобы опустить, да? Да, да, да То есть тебе понравилось? Я кайфую, да Тебе еще на гуся надо съездить И вообще ты будешь прям У тебя будет четкое понимание Будет четкое понимание Куда, чего, зачем, почему Ты мне расскажи отличия от Карелии Ну, кроме температуры Я так понимаю, что здесь потеплее Хотя у нас утки стоят в льду Нет, там вот такая температура Но, я тебе могу сказать Там с уткой, с уткой там тяжело Там гусь? Там гусь, да Утка, утка там уже вот Прямо, она прям вот в стаях И мы одну стаю опускали два дня Два дня опускали стаю И тут у нас как получилось Мы там взяли четыре утки Вот, но там в основном гусь Да и чучела ты туда видишь Только у гуси Вот смотри, сколько у нас У нас здесь около 60 чучел У нас уже лодка забита ими Работать Обозвольнём Есть Возьми с собой оружие Сейчас водим Каждый уважающий себя охотник Обязан бережно относиться к охотничьим ресурсам Особенно это касается перелётной птицы Ибо гражданства у неё никакого нет Она имеет исключительно международный статус Мы чтим Рамсарскую конвенцию И потому каждый год 2 февраля отмечаем Всемирный день водно-болотных угодий Именно в этот день 1971 года В иранском городе Рамсар Была подписана конвенция О водно-болотных угодьях Сие событие имело целью защитить угодья Место обитания водоплавающих птиц Имеющие международное значение В России с таким статусом 35 угодий Общей площадью свыше 11 миллионов гектар А в дельте Волги Почти 1 миллион Мы впереди планеты всей Есть где разгуляться Как дела? Лови прям Спорим нас Норму мы сегодня выполнили Норма готова С полем еще раз Еще раз с полем Вон пошли еще Как раз На сегодня последний Так что Друзья Вот такая охота у нас прошла Вот так прошла у нас охота Они не подъемные Ой, еще один лежит Еще Еще один О, что мне упасть О, что мне упасть О, что я заходу сделаю Огонь Где-то 300 тысяч подписчиков Сейчас они взорвут Вы в прямом эфире Наконец-то мы выбрались И вот она есть связь Наконец-то мы на связи Привет, друзья Подожди, сейчас Позвучаться Мы еще не подключились Ну, мы подключились Друзья, всем привет Привет, друзья Мы выбрались Наконец-то зоны Отчуждения От сотовой связи Да Выезжаем сейчас в сторону Москвы Всем привет Всем привет Что хочется сказать Наконец-то мы выехали На ту долгожданную охоту Которую мы планировали Охота состоялась Охота была Умок помрачительной Охота была крутой Все планы, которые Мы себе написали На листочке Мы их выполнили Такого количества Искренне добрых И теплых слов Мы никогда не получали Спасибо, друзья Что были с нами Были, конечно, и такие Которым дома На диване С пивом было плохо Они хотели подробностей Не падайте духом У вас тоже получится Пишите в личку Расскажем детали Коротко по дням расскажем Да Первый день у нас был Пристрелочный Мы отсмотрели регион Сожгли целый бак Нашли места Прохода утки Дальше уже действовал Андрей Андрей и Роскальт Скажи нам Ну, мы Изначально встали В центре лимана И обратили внимание Что Утка проходила Над нами И Садилась В так называемые Ворота В лимане Откуда там идет вода Затекает Течение Течения В сам лиман И Кирилл и сухи А бакланы И вороны Без ограничений Дровь была В основном Пятерка За кем охотились За уткой Утка Гусь Ну, гуся Мы гуся не взяли Мало было Да у нас Чучел Гусиных не было У нас Профиля были Только Утины Махокрылые Вы на каком Лимане были Я не знаю Какой лиман Честно Я в них не силен Мы приехали на базу Оттуда уже Стартовали И Там В округе Мы В основном Мы были В воротах Каспия Да Я не силен Местное название Местное название Да Такое там Красиво По экипировке Экипировка Прямо Отработало На ура Все Слои Которые Мы использовали Они все Пригодились Температурные режимы Были От Нуля Градусов И до Минус Двенадцати Сегодняшнее Утро Было Экипировка Показала себя С самой лучшей С другой стороны Собственно говоря Все Всем хорошего вечера До новых встреч И пока Хороший эфир Несмотря на то Что мы сегодня Встали в 4 утра И мы уже Сильно На бодрячке Да У тебя монолог Очень бодрячий Такое ощущение Он неудобный Ты вчера не орал Ааааа Он неудобный Друзья Вода подходит К концу Наша охота Мы получили Дикое удовольствие От всего этого дела Мы поздравляли Друг друга с полем Утки падали Косяки летали Сейчас мы уже Уставшие Поэтому нам сложно Записать что-то Адекватное Но Все охоты Начинались С 4 утра И заканчивались Ближе к 9 вечера Утки здесь Очень много И с места Прям не хочется Уезжать Адреналин У нас Просто Лился рекой Патроны Разлетались Во все стороны Будем отмывать Лодку Надеюсь Андрей Соберет Их количество Но самое главное Самое главное Нам что нужно С тобой Собака Собака Это мы реально Поняли Потому что Ходить по 300-400 метров За каждой головой Это Выматывает Дико Ты уже начинаешь думать Стоит ее стрелять Не стоит Стрелять Может Подпустить ее Поближе Может Подольше Посидеть В кратке Собака Решает Собака И лодка Нужна Маленькая лодка Для того Чтобы кататься За лодкой И собака Лодка Нужна На электромоторе Не на 2 лошадиных Смотрим Продолжение следует